Студенты из Люберец и соседних городских округов проверили свои знания в области политологии. Они приняли участие в интеллектуальной игре «День выборов», организованной представителями молодежного парламента. Тему продолжит наш корреспондент. Какой политический принцип предполагает баланс политических сил? Разделение. Разделение. Опять все молодцы. Один вопрос и четыре варианта ответа. Задача участников – выбрать верный. В первом раунде интеллектуальной игры – 10 заданий. И далее командам предстоит раскрыть термины и презентовать свою предвыборную кампанию. Помимо того, что теоретические знания сегодня будем проверять, также будем смотреть, как они уже умеют, чем они научились в связи с работой в молодежном парламенте, как продвигать свои некоторые инициативы. В интеллектуальной игре принимают участие четыре команды. Люберецкие молодогвардейцы, воспитанники кадетской школы, а также студенты из Жуковского и Держинского. Мероприятие приурочено ко дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Когда ребята отвечают правильно на вопросы, по первому туру я понял, что на абсолютное большинство вопросов ребята ответили правильно. Есть, конечно, моменты, но они всегда есть, которые требуют дообразованности, получения тех знаний, которые они не получили, потому что эти вопросы достаточно специфические были. После двух раундов игры участниками гостям раздали бюллетени и предложили проголосовать за лучшую команду. По результатам выборов и количеству заработанных баллов победителем стала молодая гвардия «Единой России» городского округа Люберцы.